Как в мыльной опере, что не день, так в народном хурале кипят страсти. Начало политическому спектаклю положила февральская сессия, где депутаты неожиданно потребовали отставки Матвея Гершевича. Вопрос в поездку дня был включен по инициативе коммуниста Баира Циренова. Парламентарии обвинили спикера в нарушении депутатской этики за публичные высказывания в защиту Вячеслава Наговицына. Я говорил от своего имени, высказал личное мнение, а не от имени депутата. Тем не менее, депутаты и все равно могут поставить вопрос. В итоге за то, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Матвея Гершевича, проголосовало 35 парламентариев. Среди них и однопартийцы председателя, единороссы. И спикер вроде как согласился сложить себя добровольно полномочия на следующей сессии. Но, похоже, уходить решил с боем. Спустя два дня Матвей Гершевич заявил, что освободит кресло, только если в приватных беседах его отставку одобрит большинство депутатов. Я подчеркиваю, что мнение разделили здесь. Часть депутатов считает, что я должен уйти в отставку. Но часть считает, что причин для отставки моей нет. Чтобы не было спора никакого и так далее, я пытался действительно заявление от отставки, чтобы этот вопрос разрешился на сессии путем тайного голосования. Куратор Единой России Сергей Тен был у нас в регионе. Разговор состоялся. Депутаты однозначно дали понять, что уже никакой речи о том, чтобы Матвей Матвеевич оставался на этой должности, уже не идет. И я так понимаю, что Сергей Тен сигнал принял. И, скорее всего, у них, наверное, состоялся какой-то разговор с Матвей Матвеевичем, после чего он и написал заявление. Если депутаты проголосуют не в пользу Матвея Гершевича, то он покинет свой пост, но не уйдет из народного хурала. Спикер намерен продолжить работу в парламенте в качестве депутата. Впрочем, говорят, что Гершевич может возглавить комитет по государственному устройству в хурале. Но это только в случае лакировки. Ведь сейчас там председательствует Борис Батоев. Как раз его в политическом мире и называют одним из главных кандидатов занять кресло Матвея Гершевича. Светлана Семеренко, Виктор Калашников, Первая альтернативная.